Здравы будьте! Сегодня мы продолжим разбирать мифы, относящиеся к эпохе Стрельца Китавраса и раскрывающие мистерии этого знака Стрельца, и высший закон с ним связаны. Миф, который мы будем разбирать, называется Вавила. Он разделен на две большие части. Сначала я буду зачитывать одну часть и дам пояснение. Дам, естественно, свои пояснения и то, как я понимаю, переданную нашими предками информацию. А затем вторую часть и, соответственно, дам свои пояснения. Итак, миф называется Вавила. Миф из книги Каляды. О, великий, пресветлый Божий! Божий чудный и всеблагой! Ты творишь знамения великие, чтобы мы Тебя прославляли, чтобы славили имя Вышня ныне пресно и во все века. Ой, да как по середине речки, что текла из сердца Дану, появился волшебный остров, как на этом волшебном острове поднималась ясень деревца. Корни ясеня во сырой земле ветви в небушко упираются. Ой, ты, матушка, святара река, речка тихая, небурливая, как вдоль берега тихой реченьки проезжала дочь святогора. То сама не Нилушка ясная, то я Сонюшка, яся звездная. В волосах ее ясный месяц, на подолушке частые звезды. Проезжала она той дороженькой поискать дорогое счастье. Видит Яся остров в средречушке, да вокруг высокого ясеня хоровод русалочи вьется. Кличут вилушки Ясю Звездную. Ты иди сюда поскорей, здесь, во самой середке ясеня, счастье Яси Звездной родилось. И повито оно светом солнечным, и сиянием лунным вскорнено, и обмыто росою звездной. Ой, да как у матушки речки! Подхватила я Соню ветром, в хороводушек закружила. Яся, Яся, вот буйный ветер, покрывал листву у деревьев, волны в речушке расходились, травы в полюшке всколыхались. То не травушки всколыхались, не листва срывалось с деревьев, то кружились русалки-вилы и клубились над ними тучи. Как из той-то тученьки грозной, ударяла молния в ясень. Раскололся могучий ясень и явился в серединушке. Сам гвидонушка Дон, сын Дану Ира. Полюбила его Нинила, больше жизни и света белого. Как Дану река волновалась, струи реченьки замутились, и поставила посреди себя мать Дану река. Малый остров и на острове ясень деревца. Как свивал гнездо ясный сокол, да на том, на ясене деревце. На завивочку серебро он клал, по краям водил красным золотом, плисом бархатным устилал его. Свивший гнездышко он задумался. На что соколу тепло гнездышко, коли нету в нем соколинушки, коли нету в нем молодой жены. Ты пойди за Дона, Нинилушка, соколица за ясно сокола. И пошла я, Суня, за Дона, соколица за ясно сокола. И пошли у них вскоре детушки, Рось, Вавилушка и Дардан. Разгулялись ветры буйные, Расшумелися темные лесушки, всколыхалися в поле травушки. То езжал по полю широкому сам могучий дом, Сын Дану и Ра. Ездил он по дальнему краинам, На коне своем черногривом. И крутил усы свои черные, Каждый ус висал до пояса, Брови молодца, крылья ласточки, На плечах его бурка черная, Словно тученька грозовая. Где не ступит конь добра молодца, Погружается по коленочке, Такова у молодца силушка, Что гудит поднимать сыра земля И колеблется вся от гула. Видит чудо с неба дениться, Как по матушке по сырой земле Скачет дон, рожденный рекой Ра. Кто сильнее его в целом свете? Нет ни ламии, змея лютого, Нет и лешего, злобной дивы. Едет дон печальной пустынью, Не с кем донушке повстречаться, Не с кем донушке слово вымолвить. Поглядел он вверх в небо синее И увидел там яркую звездочку. Эй, дениться бог, ты ответь ко мне, Езжу я по земле украинами, Не найду себе поединщика, Нет ни ламии, змеи лютого. Светишь ты, дениться высоко, Ты весь белый свет озаряешь, Не видал ли мне поединщика? И ответил с неба дениться, Уй же ты, могучий, великий дон, Я высоко в небе сияю, Я весь белый свет озираю, Нет тебе поединщика равного, Нет и не было, и не будет. Возгордился дон от тех сладких слов И сказал тогда опрометчиво, Ты меня не знаешь как следует, Нет мне равного поединщика На земле сырой и в синем небе, Если ты сойдешь к сырой земле, И с тобою я совладаю. Не ответил дон у дениться, Лишь лицо его потемнело, И сокрылся он в темных тучах. Ехал далее по пустыне дон, И подули вдруг ветры буйные, Взволновались реки быстрые, Мать сыра земля встрепетала, Раскачалось море черное, С ним и дивное море белое, Всколокотало и синеморюшко, И явился тут синеморюшко пепрь, Доселие никем не виданный, И поднял тогда дон свое копье, И наскакивал на противника, Только вепрь тот был очень сильный, Он по небу шаркал головою, И клыками горы раскалывал, И упал на матушку землю дон, Горы дальние порастрескались, Распрескалось осинеморюшко, Как на горы кавказские ложился дон, Тут ему и была кончина, И ложился дон на горе Под двумя могучими елями, Чтоб поднялись к небу высоко, И ветвями мир осеняли, И где кровь его проливалась, Протекал там батюшка, тихий дон, И склонилась над телом дона Там Ненилушка Святогоровна, И склонились их родные детушки, Рось, Вавилушка и Дардан, Лили слезы они горючие, И бросали они в море черное Его палецу боевую, Лишь тогда она вновь всплывет, Как родится вновь новый Велес. И от горя того печали В царство Вия ушла Ненила, Да за реченьку ту смородину, Да за горушку Сорочинскую, Как была Ненила ясоньшей, Ныне стала она усоньшей, Была ясей, ягою стала, Стала кожей ее, как елова кора, Стали волосы, как ковыль трава. И тогда из груди бога дона Выползал дракон черноморский, И уполос он в черное море. Так был дон богом солнечным, Стал он владыкою черноморским, Был он доном, рожденным сурьей, Стал поддонным морским царем, И отныне все славят Вышнего, Так же дона, царя морского, Единицу все поминают. На этом мы прервемся, И я дам некоторые пояснения к первой части мифа. Так был дон богом солнечным, То есть ясунем, Стал он владыкою черноморским, Был он доном, рожденным сурьей, Ну то есть солнцем, Стал поддонным морским царем. Итак, из ясеня древа мира рождается бог Ясунь Дон. Он обретает свою силу, свою шакти, Как бы сказали индусы, Женившись на Ниниле, дочке Святогора, Богатыря, сына рода, Который охраняет столб, поддерживающий небеса. То есть изначально это сын Суиера, Один из первопредков, поскольку здесь говорится, Что он родился из древа мира, из ясеня. Но что происходит дальше? А дальше повторяется ситуация с Деницей. Разбор этого мифа есть в предыдущем видео. С той лишь разницей, что Деница раскаялся в своей гордыне, Понял свою ошибку, за что ему была дарована участь звезды. То есть боги после его проступка Все-таки подарили ему участь звезды. В случае с богом Ясунем Доном произошло иначе. Деница, словно испытывая Дона, Пройдя сам столь нелегкий урок, Говорит ему, что нет в мире ему поединщика равного. И Дон возгордился. Он решил, что нет ему равных ни на земле, ни на небе. Даже Денице он крикнул, что его при случае победить, Спустивший, если бы тот спустился на землю. Обычно при поединках говорили не так, А говорили так, давай силами мериться, А кому Всевышний да поможет. Здесь же Дон не проходит испытания на гордыню. В частности, на духовную гордыню. И поэтому Деница, предвидя его участь, Ибо сам когда-то пал на этом, Омрачает свое лицо и скрывается в тучах. В итоге Дон погибает от врагов Огромного и сильного вепря или быка. Что это значит? Это значит, что изначально бессмертный Ясунь, Бог Дон, Не пройдя испытания гордыней, Побежден быком, то есть миром материи. Душа первопредка отправляется на перевоплощение. Он становится смертным в череде перевоплощений. Образно в мифе умирает. Умирает не сам Дон, А засыпает до поры до времени Его светоносность, его дух, Побежденный временно, материи и за гордыней. Но в отличие от Деницы, Дон не раскаивается в своей гордыне. И из его груди впоследствии Рождается дракон, то есть змей. Им овладевает некая темная сила. И Дон из Ясуня становится Темным владыкой Дня Морского. Вот к чему приводит духовная гордыня. Однако на этом несчастье не заканчивается. Дон при своем падении, Повторяя мистерию знака змееносца, Оставляет выжженный след. От печали при его смерти Его жена Нинила превращается Из Яси в Иссуньшу. Засыпает, Поикрывается еловой корой и травой. То есть Дон усыпляет Духовное начало, Что естественно не доставляет Радости нашим богам. И в своей жене, И в своей жене. То есть вот он выжженный след, Который оставляют сильные, Светящие другим, как солнце, Люди, Но не прошедшие испытания гордыни. Однако Дон успел К моменту своего засыпания, Своего падения От духовной гордыни Ради детей. И один из них оказался Не похож на своего отца. О нем идет речь далее. Итак, мы слушаем вторую часть мифа. У Нинилы, честной вдовы, Был сынок родимый, Вавила. И поехал Вавила в поле Нивушку пахать и засевать, Чтоб кормить родную матерь. А ко вдовушке, то Ниниле, Заявились скоморохи, Коморохи, непростые то скоморохи, Китовраз пришел с аквасурой. Уж ты здравствуй, вдова Нинила, А где чадо твое Вавила? Он уехал в чистое поле, Нивушку пахать и засевать. Китовраз с аквасурой решили так, Сходим мы, Клавили на Ниву. И пошли к Вавили на Ниву. Уж ты здравствуй, чадо Вавила, Бог Всевышний тебе будет в помощь, Да пахать и метать бороздки. Вам спасибо, боги веселые, Вы куда дороженьку держите? Мы идем сейчас в Иноземье, Переигрывать там собаку, А и сына его переплута, А и дочь его перекрасу. Пусть поплатится племя Дыя, Да за гибель в Ритии и Вала. Ай же ты, Вавила Гведонович, Ты пойди скоморохничать с нами, Говорил им чадо Вавила. Я ведь песен петь не умею, Я в гудок играть не горазден. Китовра с квасурой воскликнули, Заиграй, Вавила, в гудочек, Возвончатый тот переладен, Мы тогда тебе приспособим. Заиграл Вавила в гудочек, Приспособили скоморохи, А уча до того Вавилы, Было во руках погоняльеца, Стало во руках погудальеца, Еще были в руках его вожжи, Струнки шелковые явились, И Вавила стал скоморошить. И повел китовра со сквасурой К онинили родимой матушке. Стала их Нинилушка почивать, Принесла им хлеба ржаного, Обернулся тот хлеб пшеничным, Принесла вареную курицу, Та взлетела и закудахтала. Рассмеялась тогда Нинила, Видит шуть от гости веселые, Китовра сквасура с Вавилой. И пустила она Вавилу скоморошить Со скоморохами. Вот пошли они по дороге, Видят, едет мужик с горшками. Бог на помощь тебе, гончар, Вам спасибо, гости веселые, Вы куда дороженьку держите? Мы идем сейчас в иноземье, Переигрывать там собаку, А и сына его переплута, А и дочь его перекрасу. И посетовал ингончар. У того-то бога собаки Вкруг двора стоит тын железный, И на каждой тычинке череп. Три тычинки только пустуют, Тут и быть головушком вашим. Китовра сквасура ответили. Уж ты гой еси, огнищане, Коль не мог добра нам придумать, Не сказал бы лучше и лихо. Заиграй, Вавилов, гудочек, Возвончатый тот переладен. Китовра сквасурой помогут. Заиграл, Вавилов, гудочек, Возвончатый тот переладен. Петухи полетели с курами, Куропаточки с пестрюхами. Стали на оглобли садиться, Стал их бить мужик И ввоз накладывать. И поехал он в городочек, Развязал он там свой ввозочек. Петухи полетели с курами, Куропаточки с пестрюхами. Посмотрел мужик в свой ввозок, А ввозке одни черепки. И пошли скоморохи дальше, Видят на реке красная девица, Полоскает в речке белье. Уж ты здравствуй, красная девица, Бог на помощь тебе полоскать белье. Вам спасибо на добром слове, Вы куда дороженьку держите? Мы едем сейчас в иноземье, Переигрывай там собаку, А и сына его переплута, А и дочь его перекрасу. Пособи вам бог скоморохи, Чтобы вам его опозорить, И спалить собачье царство. Китовас с квасурой сказали, Заиграй, Вавилов, гудочек, Возвончатый тот переладин, Китовас с квасурой помогут. Заиграл Вавилов гудочек, Возвончатый тот переладин, Приспособили скоморохи, А у той-то красной девицы Были все полотна хальщовы, Стали шелковые и атласны. И пошли скоморохи дальше, И пришли они в иноземье. Заиграл тогда бог собака, Заиграл сын Дия в гудочек, Возвончатый тот переладин, Стала тут вода прибывать, И топить гостей скоморохов. И воскликнули скоморохи, Заиграй, Вавилов, гудочек, Возвончатый тот переладин, Китовас с квасурой помогут. Заиграл Вавилов гудочек, Возвончатый тот переладин, Приспособили скоморохи, И пошли быки тут стадами, Да стадами и табунами, Стали воду ту выпивать, Стала та вода убывать. Заиграл тут бог переплуд, И поднялись пред скоморохами Горы и леса непролазные. Говорили тут скоморохи, Заиграй, Вавилов, гудочек, Возвончатый тот переладин, Китовас с квасурой помогут. Заиграл Вавилов гудочек, Возвончатый тот переладин, Приспособили скоморохи, Загорелось царство собаки, И сгорело от края до края, И сбежал тогда бог собака, К дыю батюшки от огня. И тогда Китоврас с квасурой Посадили Вавилу царствовать, И женили на перекрасе. И теперь все славят Вавилу, И квасуру, и Китовраса. Итак, очень интересная вторая часть Этого мифа, Наполненная символами, Образами. Часть из них я попробую Расшифровать. Часть из них, кому будет интересно, Можете попробовать это Сами сделать. Не все я буду рассказывать, Но то, что самое основное. Если в первой части мифа Мы видим еще одну версию мифа О змеиносце, Как и в предыдущем мифе. И еще один вариант Испытания на гордыню, То вторая часть мифа Раскрывает нам как раз Суть некоторых вопросов, Связанных с мистерией Знака стрельца И закона, который он передает. А именно здесь раскрывается Суть такого понятия, Как миссионерство. Каким оно должно быть на самом деле, Для чего оно вообще нужно, Как должны поступать миссионеры На чужой территории. В мифе это называется В иноземье. И все это описано Через такое явление на Руси, Как скоморошество. Также тут есть один интересный момент, Связанный с напутственными словами, Когда кто-то отправляется В дальнюю дорогу. И какими они должны быть. Вот все это мы сейчас Рассмотрим чуть подробнее. Итак, кто такие скоморохи на Руси Были изначально? И какую миссию они выполняли? Так вот, скоморохи Это вовсе не дурашливые, Глупые, смешные актеры, Которые несут Бог знает что. Перекатеполе. Изначально скоморохи, Которые, я так теперь понимаю, Тоже находились под покровительством Китовраса или Стрельца, Были странствующими, Посвященными жрецами. Кстати, жречество Также относится к знаку Стрельца. Они несли знания О законах Бога, О том, как поступает В тех или иных ситуациях Тьма и как поступает свет. То есть, они помогали людям Разобраться и разделить зерна от плевел И способствовали тем самым Общему духовному и душевному возрастанию И очищению Через осознание изначальных истин, Которые они несли. И все это преподносилось в виде игры, В виде кажущихся шутливыми сценок. Но такие сценки Несли в себе глубокий философский смысл И передавали Божьи истины. И вот Китаврас и Квасура В виде вот таких вот странствующих Богов-скаморохов Идут в иноземье переиграть Детей Дия, собаку И детей его переплутой, перекрасу. То есть, в этом и есть смысл миссионерства, Когда странствующее жречество Отправляется в иные земли. И идут они туда с одной целью Переиграть детей Дия. То есть, через игру с коморошества Показать людям, где тьма, а где свет. То есть, разоблачить детей Дия Через свою игру Показать со стороны. А имеющие глаза и уши И увидят, и услышат. И ведь дети Дия их боятся. Почему вы думаете, И собака, и переплут Стараются утопить и преградить путь Якобы безобидным шутникам-скаморохам? Да потому что они знают и несут истину. Истину с большой буквы, Ту саму истину, которая Жжет духовным огнем, От которого избегают Диевы, Дети к своему батюшке. Интересны превращения, Которые совершают боги-скаморохи В доме Ненилы, Матери Вавилы. Ржаной хлеб они превращают В пшеничный, А вареную курицу оживляют. Словно боги хотят показать, Что они не приемлют Животных жертв. Далее, взяв с собой Вавилу, Скоморохи встречают по дороге Двух людей, мужика и девушку. Деву Красную. Мужик, узнав, что они идут В иноземье переигрывать детей-ды, Говорит им очень недобрые Напутственные слова. Мол, там вас ждет смерть. И боги проучили его за это. Надеюсь, тот мужик надолго запомнил, Что нельзя говорить плохо Кому-то перед дорогой. Зато веселые боги наградили девушку, Сказавшую им добрые Напутственные слова. Из этого мы делаем вывод. Если хотите, чтобы вам повезло В делах, в дороге, Никогда не желайте плохого И не пугайте тех, кому Так же предстоит дальняя дорога. Всегда говорите какие-то добрые Напутственные слова. Они будут словно Некий светлый оберег Для ваших близких людей. Далее скоморохи приходят в иноземье. И там благополучно переигрывают В кавычках детей-дыя. То есть побеждают их Своими скоморохими откровениями Об истинных богах. А заодно женят своего друга Вавилу на перекрасе. Что это значит? Ну, наверное, некая темная сила Становясь супругой Вавилы Становится светлой, очистившись. Противоположно силе Дона, Которая потемнела От печали о его смерти. Думаю, имя перекраса Здесь означает слишком красивая. То есть красота, зацикленная Сама на себе. И оттого ставшая тьмой. То есть дочкой дыя. Так же, как и переплуд. То есть это означает слишком плуд. Это уже не жизненная смекалка. А то, что приносит Настоящее несчастье окружающим. Через ложь. И оттого это сын дыя так же. Вот что касается имени собака. Я думаю, что речь здесь идет О злословии, брании, дрочливости И тому подобных вещах. Подобно тому, как им сказал Китоврасу и Квасури Злые слова, тут мужик на дорогу. Кстати, такое животное, как собака Мы могли видеть и в предыдущих мифах Про Велеса. Когда Велес был обманут дыем И пал его жертвой То дыя сказал, что по кровавому следу Этого медведя Пусть понесутся собаки То есть я еще не проводила какого-то особого расследования По поводу конкретно, как собака связана с дыем Но я думаю, что это стоит этим заняться Вот что переигрывали боги-скоморохи Вы на земле Это была тема их игры По снятию масок с тьмы Как видим, негорделивый сын Донова Вила Помог богам Китоврасу и Квасури Принявших лики скоморохов Изобличить сына в дыя через игру А заодно женился на красивой девушке Которая, полюбив его Освободилась от тьмы Ибо перестала любить только себя Такова была важна роль скоморохов на Руси Придерживаться таких же целей в скоморошестве Можно рекомендовать и тем, кто занимается этим и сейчас Благодарю всех за внимание